Добрый день уважаемые трейдеры, с вами я Николай Еремий и предлагаю вам на неделю прошедшую и на неделю будущей точки тренинга зоны опционных контрактов, маржиналит требований, зону процентных ставок, в общем всего того, в основном фундаментальном инструментарии, который по нашему мнению указывает первоочередное влияние на движение валютных пар. Итак, давайте начнем с пары евро-доллар, посмотрим что на прошедшей неделе у нас с вами было, в общем какие перспективы на неделю предстоящую, в общем что мы с вами могли увидеть. Итак, давайте начнем с анализа недели прошлой. Прошлая неделя у нас пошла под влиянием нисходящего тренда, то есть мы всю неделю падали, где здесь можно было войти. Если вы помните, то что в пятницу мы с вами ударили в недельную контрольную зону, вот этот момент очень хорошо виден, и после небольшого гэпа в понедельник мы восстановили позицию, но выше вот этой точки мы подняться не смогли. Более того, тут был очень красивый бар поглощения медвежьего, вот он если хорошо его видно, и в принципе на этом баре можно было смело продавать. Продавать можно было пока не ставить take profit, потому что перспективы нисходящего движения были не совсем ясны, но после того, как мы пробили вот в этом месте дневную контрольную зону, вот стало совершенно очевидно, что перспективы снижения у нас как минимум до недельной контрольной зоны, которые в общем-то и были. В связи с чем можно было во вторник было продать дополнительно, если не продали тут в понедельник, можно продать тут во вторник, потому что мы тут видели тест пробитый недельной контрольной зоны, то есть мы пробили, тут оттестили, и вот с этой точки можно было тоже прекрасно продавать надеюсь, чем вы и занимались. Но даже если вы здесь не продали, у нас была еще одна точка для входа, это был тест пробитого уровня баланса, то есть в этих местах мы уровень баланса пробили, тут мы попытались подняться, но выше уровня баланса не поднялись, удалось еще один сигнал на продажу. Вот в этих всех трех точек можно прекрасно шахтить и уходить дальше вниз. Что мы видим дальше? Мы видим, что мы пробили недельную контрольную зону, попытались протестить ее, не получилось, в этом месте мы видим тест, в этом месте видим еще один тест, то есть по большому счету цена вверх подняться не может. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что нам перспективы нисходящего движения более вероятны. То есть пару евро-долларов необходимо брать в шорт, брать в шорт от коррекции, то есть мы видим любую восходящую коррекцию и в общем-то приходим к выводу, что необходимо ее шортить. То есть по паре евро-долларов я предлагаю вам рассматривать шорты с ближайшей целью, ближайшей целью в 1.08, конечно, 40 пунктов запаса есть, если ГПМ не прыгнет в понедельник. На большом счету перспективы снижения более значимы, то есть это в район 1.0650 примерно. То есть перспективы нисходящего движения не более чем выраженные и больше практически 200 пунктов можно вниз пролететь. То есть по паре евро-доллар мое предложение искать продажу от коррекции. По фунту у нас ситуация сложилась следующим образом. Сейчас давайте сделаем скрин, посмотрим. Как ни странно, фунт ходил в противоположность евро, что не так часто бывает, потому что там ходят они параллельно. Ну в общем, что могли увидеть. В прошлой неделе, точнее даже позапрошлой неделе, вы помните, что мы с вами ударились в недельную контрольную зону в этом месте. Тут был хороший тест, есть бар бычьего поглощения, тут вообще идеальное место для входа было в покупку. Покупать здесь надо было с целью в дневной контрольной зоне. Вот она контрольная зона. Мы ее пробили. Если вы тут этого не сделали, то я думаю, с большой долей вероятности вы выходили в покупку здесь, на тесте. С одной стороны, вот это дневная контрольная зона. А с другой стороны, мы видим, что контрольная зона построена от хай, она пробита была, но не было закрепления. Вот эти вот два бара, которые мы тут видим, это так называемые дожжи-бары или высокая волна. Мы их называем по-разному. Но они не дают возможности для дальнейшего снижения. То есть они держат цену. И что мы видим? Цена уходит не куда-то, она уходит аккуратно. Недельную контрольную зону. И в этой недельной контрольной зоне пока она стоит. То есть у нас сформировался в половине недели, то есть со среди по пятницу. Мы видели общий диапазон. Обычный флэтовый диапазон. Тут надо было продавать от недельной контрольной зоны и покупать от дневной контрольной зоны. Что тут мы можем сказать? Тут на самом деле ситуация интересная. С одной стороны, нас снизу держит баланс месячный раз. Нас держит дневная контрольная зона два. Сверху у нас, конечно, есть недельная контрольная зона. Но, как вы видите, динамика от скука от недельной контрольной зоны, она, скажем так, по сравнению со скуком от дневной, она не так ярко выражена. Потому что, посмотрите вот на эти бары, бар обычного поглощения, резкие, высокие. Что говорит о том, что все-таки тут сидит основной покупатель, который, скорее всего, эту недельную контрольную зону пробьет и покажет вот такое восходящее движение. То есть, как ни странно, но по фунту я предлагаю вам искать покупки с ближайшей целью 1.58.65. Вот, примерно, в этот район, в этот диапазон, в более такой удаленной перспективе, в общем-то, по большому счету, это цель месячной контрольной зоны. То есть, мы с вами ищем покупки в район 1.59.50. Вот, примерно, сюда мы с вами ищем покупки. То есть, по фунту я предлагаю вам искать покупки от коррекции. Вот, дальше у нас, что у нас с вами, австралиец. Давайте посмотрим по австралийцу, какая история у нас с вами сложилась. Австралийцы, в общем-то, не преподнес нам ничего интересного за прошедшую неделю. Вот, мы торговались в диапазоне, в диапазоне, зажатом между месячной контрольной зоной. То есть, мы пытались от нее отбиваться много раз, пытались отбиваться. Вот, но флетовый диапазон, по большому счету, не давал возможности подниматься выше. Вот эта вот зона здесь, она нас постоянно откидывала вниз. Вот, видите, вот, вот, вот. То есть, мы торговались во флете. И перспективы, в общем-то, возможно, они и дальше флетовые, скорее всего, возможно. То есть, мы можем такое вот движение увидеть, дальше вниз. Вот, и, скажем так, обратное движение тоже можем увидеть. Вот, но с другой стороны, мы с вами исходим с того, что мы находимся в месячной контрольной зоне. Значит, с большой долей вероятности мы из этой месячной контрольной зоны должны все-таки найти выход на покупку вверх. То есть, мы пробьем когда-то этот диапазон, то стремимся вверх, а к минимуму уровню баланса. Вот, ну, то есть, я вам что, о чем говорю? О том, что по австралийцу более перспективно искать покупки от коррекции. С целью, первая, это дневной контрольной зоны, а вторая, это уровень баланса. Если говорить по цифрам, то первая цель я рассматриваю в районе 0.7520, вот покупка отсюда 0.7520. А вторая цель, это уровень баланса 0.7625, примерно так. То есть, по австралийцу все-таки я рассматриваю больше покупки, несмотря на то, что евро я рассматриваю в продаже, а в австралийце все-таки я ищу покупку. Хотя корреляция между ними, конечно, есть, но, как видите, сейчас корреляционные связи, они работают не так хорошо, как, может быть, работали раньше, потому что по фунту мы ищем покупки, по австралийцу ищем покупки, но по евро больше прийти в продажу. Вот таким образом, давайте посмотрим дальше канадцам. По канадцам на самом деле все просто. Все было просто в прошедшую неделю, то есть тут даже не надо было ничего придумывать, все было видно, все было видно красиво, аккуратно. Позапрошую неделю, мы с вами помните, если разговаривать о том, что мы торговались в диапазоне, установленном в дневной контрольной зоне. Вот он, диапазон был установлен, нас ниже не пускали, я вам это говорил, потому что перспектива восходящего движения более вероятна. И вот это восходящее движение мы с вами увидели буквально в течение трех дней. Мы пробили недельную контрольную зону, в этом месте мы ее затестили, то есть надо было однозначно покупать, как я вам и говорил. Пробили недельную контрольную зону и дошли аккуратно до месячной контрольной зоны. Что здесь мы с вами видим? А здесь мы видим с вами неуверенные движения восходящие. Вот посмотрите на эти вот скопления баров, то есть они открываются, закрываются, один вот и другого. Это говорит, что по большому счету покупаются спекулянты, то есть крупные игроки здесь не покупают. И с большой долей вероятности нас с вами ждет обвал. То есть по канадцу я не рассматриваю покупки больше, потому что мы дошли до уменьшенной контрольной зоны. Но я еще буду искать здесь продажи. Когда увижу какой-нибудь бар на продажу, я буду искать, конечно, продажи по канадцу. Потому что покупки они, на мой скромный взгляд, себя уже исчерпали. Иена. В воене у нас ситуация была тоже, в общем-то, предельно ясна, понятно. Все двигалось согласно установленным законам. И мы сами видим, что после того, как мы позапрошлой неделе не смогли пройти недельную контрольную зону, мы с вами двинулись вверх. Попытались отскочить от дневной контрольной зоны, не получилось. Пробили. Здесь, в этом месте затестили, тут надо было покупать. Надеюсь, вы это сделали. И ушли дальше вверх, к недельной контрольной зоне. Пробили ее, затестили, опять ушли вверх. К уровню баланса уже, на уровне баланса. Попытались пробиться вниз, не получилось. Нарисовали голову и плечи, такие вот небольшие. Сейчас вам покажу, как это выглядело. То есть, вот если еще искали в голову и плечи, то есть, конечно, часовой играть, но 15 минут было видно лучше. Вот, ну, вот примерно вот такая голова и плечи мы с вами увидели на уровне баланса. То есть, вот этот паттерн. Хорошо видеть голова и плечи. От уровня баланса. Отличный паттерн на покупку. Вот цель мы пока этого, я считаю, не достигли еще. То есть, у нас цель это недельная контрольная зона. До сюда мы с вами должны расти. Вот, то есть, я по иене предлагаю продолжать искать покупки. Вот с целью в недельной контрольной зоне. Вот здесь вот. Даже потом небольшой возможностей карты и продолжение восходящего движения. Потому что нисходящее движение пока по иене не намечается. Его просто не видно. Вот, и большую долю вероятностей мы будем продолжать исходящее движение хотя бы до ближайшей такой ключевой цели. Это уровень баланса прошлого месяца. Это мы с вами будем искать вот этот район. То есть, это у нас сейчас... Как-то тормаживает меня. Сейчас я вам покажу, где это. Это примерно район 124, наверное, 70. 124, 80. Вот в этот район мы с вами должны искать покупки. То есть, это... Ну, 80 пунктов запаса вверх точно есть. А дальше уже надо будет смотреть на расторговку этих зон. Вот. На последующие движения. Ну, вот, наверное, оно и все. Если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите, стучите, звоните. Вот. Найти меня можно будет в скайпе. Чат от трейдеров картель. Также у нас есть свой скайпчат. Информацию по торговой системе, по которой я провожу анализ, вы всегда сможете найти на нашем сайте. Forex.log.group. Найти его можно, прописав в строке fx-vg.com. Вот там есть и мои координаты. Там есть и краткое описание системы. То есть, если что-то вам будет интересно, вот всегда вы там можете найти. Я смогу вам посоветовать, рассказать, разъяснить. Ну, и, в общем-то, можете подобрять активную часть в развитии нашего проекта. Ну, за всем всем спасибо. Всем удачных прибыльных торгов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok